Зона это сталкеры. Сталкеры это свобода. Будь сталкером до конца. Вступай в свободу. Дело было так. Подходи сталкер, поправь здоровье. Абдреп или ремонт? Все за хреначек. Синие за лентой. Всем глядеть в оба. В мире зоны, что пытаются сокращать, вводить там какие-то поля. В общем, народное хозяйство возвращает сюда людей. Зону практически 30 км. 50 км. в таком виде, в котором нет. Из этой троицы оставалась деревня Капачи. Она оставалась до 92 года. В 92 году в плане активной дезактивации было принято решение. Снести эту деревню и захоронить. Учитывая такой двухпилотный проект по захоронению населенных пунктов, вон на юрдине. То есть возле дома ворвалась траншея. Все это дом разрушался, все его там и захоранивался в этой же траншеи. Обволакивался грунтом. Но как бы ошибочно для этого эксперимента в том, что на днище траншеи не создавали какой-либо защитный экран. Поэтому данный вид деятельности принес больше вреда для экологической ситуации, чем пользы. Для того, что грунтовым водам довольно близко. Средний уровень грунтовых вод около 11 метров. Кто когда-либо делал себе скважины, тот знает, что это довольно-таки близко. Это водоносная скважина на расстоянии 11 метров. То все эти радионуклиды были приближены к этому основному водоносному слою. И поэтому в данный момент ведется обсуждение возможности перезахоронения данной деревни. То есть этих радиоактивных отходов уже промышленным способом. Но по странному, по иронии, несколько домов этой деревни не были разрушены. Это животноводческий комплекс. Это само по себе управление колхоза. И детский сад. Вот возле этого детского сада мы сейчас с вами остановимся. Здесь проведем первый, можно сказать, тест на радиофобию. То есть это первое место на нашем маршруте, где дозиметры будут показывать существенно высокие уровни радиации. То есть здесь можно будет посмотреть, понять характер сам по себе загрязнения, характер распространения радионуклида в природе. И заодно просто проведем вам тест на радиофобию. Ну и в заваруху мы вляпались. Значит смотри. На балконе в доме слева пулеметная точка. Садит так, что мама дорогая. Если сможем ее вынести, попробуем пройти дальше. После более-менее прояснения ситуации, то есть стало ясно, что все-таки авария довольно-таки серьезная. И уровни загрязнения вокруг Чернобыльской АЭС тоже серьезные. В общем-то, в тот момент не было времени проводить детальную изучение, радиологический мониторинг всех населенных пунктов вокруг. И поэтому 3 мая поступил приказ начать эвакуацию 10-ти километровой зоны отчуждения. И уже 5 мая поступила информация об эвакуации всей 30-ти километровой зоны отчуждения. Таким образом, как бы возникла Чернобыльская зона отчуждения. То есть изначально она как бы создавалась по циркальному метру. То есть на циркуле на карте провели окружность 30 километров. И все населенные пункты подлежали эвакуации. Вся эта система, все эти трубы вокруг нас. Это как бы после аварии нельзя было поднимать как бы пыль, то есть рыть землю. Поэтому принято было решение создать такую поверхностную систему как бы подключения воды. И поэтому в Чернобыле вот тут такой особый такой суржик у людей. И поэтому местная как бы появилась такая профессия. Будянки-наружники. То есть это те люди, которые занимаются обслуживанием вот этой вот поверхностной системы как бы водообеспечения отопления. Справа от нас, вы спрашивали, есть ли зомби или нет. Вот это посмотрите, справа стоят как раз зомби. По крайней мере в них они превращаются вечером после посещения магазина. Это те подрядчики, которые занимаются именно выполнением всех грязных работ на самом объекте укрытия. То есть те люди, руками которых, можно сказать, вся эта грязь объективная помещается, спитаясь в специальный контейнер и вывозится на захоронение. Вот бизометрические стойки для транспорта. Обратно будешь нас трусить. Это уже 10 километровая зона, самая серьезная. 10 километров до эпицентра. И фактически разносилась полностью по всей территории Чернобыльской зоны, даже далеко за ее пределами. Вот спереди бежит два волка. Так это два волка, ребят. Два маленьких волка. Причем они какие-то пришибленные, потому что боятся людей. Вот это да, может быть радиация. throat Orv стоят? Роцевид backup. Р stood. Р luолиники. Р Isn't. Р? Это да. С Buduster. Р WAS в иду из belo Obrig. Рыб. Рен. Рыб. 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 Продолжение следует...